Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Впервые в истории возможен российский финал в серии Гран-при. Аделия Петросян исполнила четверной прыжок. Тренер Грасли рассказал, что он думает о российских фигуристках. Об этом и других новостях в выпуске. Российские фигуристки в нынешнем сезоне могут завоевать все шесть путевок в финал Гран-при, несмотря на то, что Александра Трусова решила сняться с этапа в Японии из-за травмы. Семь других спортсменок по-прежнему остаются в гонке за медалями и призовым фондом. Успешное же прохождение отбора во многом зависит от того, сможет ли Дарья Усачева опередить в ближайшие выходные кореянку Юйен. Половина этапов серии Гран-при по фигурному катанию завершилась. После соревнований в США, Канаде и Италии уже можно делать некоторые выводы и давать осторожные прогнозы на ближайшее будущее. Например, произойдет ли небывалое в истории событие, примут ли участие в финале сразу шесть российских фигуристок. Главные состязания первой половины сезона проходят по определенной схеме. Сначала спортсмены участвуют в отдельных турнирах, после чего по шесть лучших одиночников и пар определяют триумфаторов. Претендентов на медали и солидный призовой фонд всегда немало. За путевки сражаются представители самых разных стран. От прочих крупных турниров финал Гран-при отличается тем, что на нем нет национальных квот. Сколько бы ни было в одной стране мастеров высочайшего уровня на чемпионаты мира и Олимпийские игры могут поехать только трое. Но в серии никаких ограничений не существовало. И теоретически попасть в шестерку лучших всегда могли сколько угодно соотечественников. Правда, пока в лучшем случае в финал отбирались четыре спортсмена. В мужском одиночном катании так было дважды. В 1998 году выступали одновременно четверо россиян. Алексей Ягудин, Алексей Урманов, Евгений Плющенко и Александр Абт. В 2012 сразу четверо японцев. У женщин этот рекорд повторяли только россиянки, причем пять раз. Впервые это произошло в 1999 году, а затем с началом их доминирования на международной арене повторилось в 2013, 2014, 2016 и 2019 году. Еще до начала сезона стали появляться предложения о том, что российские фигуристки явно не ограничатся четырьмя квотами. К уже опытным и сформировавшимся спортсменкам подтянулись вчерашние юниорки. Когда Международный союз конкобежцев распределял путевки на этапы Гран-при, сразу восемь россиянок получили по два назначения, необходимым для отбора в финал. При этом только половина из них уже выступала в серии. После первых трех этапов планы российских фигуристок стали воплощаться в жизнь. Сначала Александра Трусова и Дарья Усачева заняли два первых места в Лас-Вегасе. Спустя неделю Камила Валиева, Елизавета Тудамышева и Алена Косторная оккупировали пьедестал почета в Ванкувере. Далее золото и серебро забрали Анна Щербакова и Майя Хромых в Турине. Если бы не японка Майя Михара, успевшая выступить на двух этапах, то сразу шесть россиянок сейчас бы лидировали в общем зачете. Помимо того, что отечественные девушки сами здорово выступают, так еще и две их основные конкурентки, Рика Кихиро и Брэди Теннелл, досрочно лишили себя шансов. Обе выступали в финале Гран-при два года назад, но сейчас были вынуждены отказаться из-за травм. Не приняв участие в всеамериканских этапах, японка и американка автоматически выбыли из борьбы. Правда, в последние дни вероятность того, что финал превратится в репетицию чемпионата России, заметно уменьшилась. Уже когда Трусова выступала в США, было известно, что проблемы со здоровьем не обошли ее. Ученица Итери Тутберидзе одержала победу, но в воздухе повис вопрос о ее поездке в Японию. В итоге 17-летняя фигуристка снялась, а выступить на одном из оставшихся этапов она не сможет, из-за жесткого формата состязаний. После этого в борьбе за попадание в финал остались 7 россиянок, а условие для того, чтобы 6 из них все-таки выполнили отбор, ужесточился. Прежде всего это касается Дарьи Усачевой, которая в одиночку будет представлять Россию в Токио на этой неделе. Ей желательно занять как минимум второе место, но в первую очередь необходимо выступить лучше кореянки Юйен. В Лас-Вегасе они уже соревновались друг с другом, и тогда россиянка в споре за серебро выиграла всего 0,34 балла. Юйен способна исполнять тройной аксель, и если она выполнит этот элемент, то Усачевой будет крайне сложно достойно ответить. Корейская фигуристка в случае победы обойдет в отборе и подопечную Туберидзе, и Ксению Синицыну, которая заняла США лишь пятое место. Через неделю во Франции выступят Косторная, Щербакова и Синицына. Если Юйен займет место ниже второго, то шанс пройти отбор будет у всех трех россиянок. Синицыной, правда, для этого нужно в обязательном порядке становиться лучшей, во что верится с трудом. Куда реалистичный сценарий, при котором два первых места разыграют Щербакова и Косторная? Если он воплотится в жизнь, то обе смогут бронировать билеты в Осаку на финал. Пожалуй, единственной, кто сможет им помешать, будет японка Вакабо Хигути. В этом сезоне она освоила тройной аксель, и это не самая хорошая новость для Косторной. Последнюю возможность пройти отбор представит российский этап Гран-при. В Сочи выступят Хромых, Валиева и Туктамышева. Причин, по которым кто-то из них не добьется своей цели, может быть только две – травма или катастрофа во время выступления. Никто из соперниц не будет выполнять элемент ультра-россии, так что даже с одним или двумя падениями все три наберут необходимые зачетные очки. В итоге выходит, что превращение финала Гран-при во всероссийское соревнование зависит в основном от успешного выступления Дарьи Усачевой. Но даже если она станет второй вслед за Юйен, что будет большим успехом, скорее всего отбор пройдут пять отечественных фигуристок. Тем самым они установят историческое достижение, улучшить которое можно будет потом. Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, исполнила на тренировке четверной флип. Видео с прыжком фигуристки опубликовано в инстаграме команды Тутберидзе. 14-летняя Петросяна в этом сезоне становилась победительницей и призером на этапах Гран-при среди юниоров. Также она серебряный призер чемпионата России среди юниоров 2021 года. Итальянский тренер Лоренцо Магри, у которого тренируется Даниэль Грассель, рассказал, что он думает о российских фигуристках и по какому фигурному катанию скучает. Что скажете о феномене российских фигуристок? Кто вам больше всего импонирует? Я фанат всех девушек. Но я невероятно сильно люблю Елизавету Туктамышеву. Может технически она не самая лучшая, но то, что она делает на данный момент, просто поражает. Снимаю шляпу, для меня она номер один. Остальные молодые девушки, иногда им не хватает душевности, но они хорошие и работоспособные. Но не могу сказать, что влюблен в их программы. Я скучаю по Каролине Костнер, которая была здесь на Гран-при, Эшли Вагнер, Мишель Кван, Саше Коэн. Скучаю по харизме женщин, которые постарше. Эти девочки, они еще не развиты как женщины, чтобы полностью выражать свои эмоции. Надеюсь, что некоторые из них смогут выступать до того возраста, когда повзрослеют и по-женски смогут это выразить. Надеюсь на это во имя фигурного катания и для болельщиков. Иначе есть риск для самой России, потому что в такой ситуации теряется множество талантливых спортсменок. Если девушке исполняется 16 лет, а у нее нет контента для попадания на Олимпиаду, то она перестает кататься. Это очень сложно. Существует риск, что перестанут появляться кумиры, а ведь именно они побуждают детей кататься на коньках. Спортсмены, которые приобрели опыт, сменили тренера, программу хореографа, решились на совместную работу с танцором балета, они интереснее публики и у них богаче путь в спорте. Но разве в спорте не главная победа? Результат важен, но есть и обратная сторона. Судя по тому, что мы европейцы видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения. Но фигуристки похожи на вино, с возрастом они становятся только лучше. И если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть. Я скучаю по тому, чтобы волноваться в конце программы из-за прожитой на льду истории. Хочется сопереживать спортсменкам, а не только видеть потрясающие прыжки. Очень уважаю Этери Тутберидзе и всю ее группу. Уважаю Светлану Панову и других коллег. Но я бы хотел, чтобы через несколько лет эти девушки все еще выступали, чтобы мы смогли увидеть, чего они добились и куда дошли. Продолжение следует...